КОНЕЦ 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 ЧИФТЕЙНа Вот, на ГК Какие способы есть вообще получить этот танк Почему работяги бомбят Почему данный ивент будет называться ВОРДОФ ГРИНД А не ВОРДОФ ТАНКС ВОРДОФ КРИНЖ И вот это вот все постараюсь осветить в данном видеоролике Давайте я поясню Сначала начну с того Что такое скилл лично для меня в игре Я не буду конкретно назвать определение скилла, потому что у каждого может быть свое представление о скилле, у каждого может быть свое представление о скиллованном и не скиллованном игроке, которое не будет измеряться какими-то циферками, рейтингами в N8, личным рейтингом варгейминга или средухой на каком-то танке. В этой игре World of Tanks сейчас не будет какой-то ЧСВ, да, то есть это просто мое мнение, я не пытаюсь себя возвысить или каких-то других игроков возвысить, это просто мое мнение, которое сложилось исходя из большого периода игры в различных турнирах с топовыми игроками и так далее. У меня в игре для меня есть определенные игроки, достаточно авторитетные, чье мнение я могу, скажем так, воспринимать и прислушиваться. Таких игроков очень мало, их буквально там от 5 до 10 в игре. Есть игроки, чье мнение я могу выслушивать и с кем я могу дискутировать, их, естественно, чуть больше. И показатель скилла точно так же есть и для других игроков в игре. Для компании Wargaming, конкретно для компании Wargaming, как и для вас, есть определенный, скажем так, уровень достижений в игре, и в их статистике, а также на различных событиях, которые отражают этот уровень скилла. И если вы доходите до этой планки скилла, по мнению вашей или там по мнению Wargaming, вы получаете определенные бенефиты, награды. Такая практика есть во многих играх, когда ты скиллованный игрок, из-за того, что ты скиллованный игрок, тебе дают какие-то определенные награды. К чему я подвожу? Танки за глобальную карту, танки за ранговые бои изначально в нашей игре, это была награда для скилловиков. Изначально. Не сейчас. Изначально. То есть, если ты имеешь определенный уровень игры, достаточный для того, чтобы попасть в коалицию лучших игроков или лучших кланов, ты получаешь достижение в виде танка какого-то определенного. Это может быть там 907-й, Чифтейн, там какие-то танки за ранговые бои и так далее. Главная суть в том, что ты должен быть достаточно умел для того, чтобы заполучить эту награду. Каждый из нас... Ну, человек. Кто-то из вас является главным инженером какой-нибудь атомной электростанции, кто-то из вас является топовым программистом. И каждый из нас имеет определенную роль и определенную профессию, в которой, например, я не могу сравниться, например, с вами. Точно так же, как многие из вас не могут сравниться с моим показателем уровня игры в танках. То есть, я не могу стать там супер каким-то электриком или главным инженером атомной электростанции. И точно так же многие игроки не могут получить вот эти танки за глобальную карту и за ранговые бои, потому что не обладают достаточным уровнем игры. Это нормально. Многие в комментариях бомбят о том, что работяга, 49-47% игрок, не имеет возможности получить какой-то танк за какое-то мероприятие. Ну, так он и не должен получать этот танк. Это награда для достойных, для лучших. Точно так же, как я, будучи хорошим игроком и имеющий возможность получить какие-то награды в игре, не могу пойти и зарабатывать деньги, как какой-нибудь супербизнесмен. Или я не могу пойти на должность какого-нибудь крутого инженера, работника в какой-нибудь топовой компании, потому что я не обладаю достаточным уровнем знаний и скилла в этой области. Это нормально. Непонятно, из-за чего у игроков начинается такая бомбежка. Почему 47% или 49% игрок, который не умеет играть, он может вырасти, он может начать играть хорошо. И тогда он будет иметь возможность получить награду за свои достижения. Но если ты не умеешь играть, с какого перепуга ты должен получать награду наравне с другими игроками, которые умеют играть? Так не должно быть. Это же награда для топовых, для лучших. На то она и придумана. То, что не каждый должен получить. Есть определенный пул ограничения. К чему я веду? Просто так танк не должен получать каждый игрок, ничего не делая. Он должен проявить какие-то заслуги в игре, но он должен проявить определенный, скажем так, уровень мастерства, для того, чтобы получить ту самую желаемую награду. Я думаю, вы согласитесь, это будет нормально. Точно так же, как и в реальной жизни. Сейчас, скажем так, времена поменялись, и эти награды, они очень часто бывают бущены. Что такое бущены? Это игроки, передают, так сказать, свои аккаунты другим, за это их могут забанить, но они это делают на свой страх и риск, покупают таким образом танки, могут пойти легально на спонсорской основе, играть с крутыми игроками, могут, так сказать, просто попасть в какой-нибудь топовый клан, улучшая свою игру, и играя большое количество времени на этой глобальной карте, тоже получить этот танк. Плюс еще в ЭГ добавили с течения времени механику аукциона, когда ты можешь просто сыграть буквально пять боев, мог, в данный момент не может, мог сыграть пять боев, и принять участие в аукционе, накопить боны за различные другие мероприятия, в течение, там, года, двух, трех, и потом поставить ставку на какой-нибудь танк, и получить его к себе в ангар. Механика вполне была адекватная, многих она устраивала, и поэтому даже игрок, который не сильно хорошо умеет играть, то есть, ну, допустим, какой-то Леха, да, как говорят стримеры, топовые игроки, какой-то Леха рандомный, мог за два года накопленных бон, но просто поставить ставку на аукционе, и получить заветный танк. Конечно, такой игрок будет чаще всего осуждаться, да, в лицах, там, комьюнити топовых игроков, потому что предполагается то, что если ты получил танк за какую-то глобальную карту, то ты, как бы, должен на нем хорошо играть. Именно поэтому три отметки на каком-нибудь, там, Чифтейне, ВК, это достойный уровень игрока для того, чтобы, там, рассмотреть его кандидатуру, там, для какого-нибудь топового клана, или в какие-нибудь турниры, то есть, ну, это действительно тяжело сделать. Если у вас возникнут вопросы, конечно же, пишите в комментариях, я постараюсь ответить там. Только нормальные вопросы, и на них тогда будут нормальные ответы. Вот, теперь давайте я объясню некоторые вещи по поводу того, зачем Wargaming поменяли правила, и почему у игроков так сильно бомбит с этого сезона на глобальной карте. Почему это сезон на глобальной карте? Ивент, он будет неудобен для всех, а не только для, там, игроков, которые не умеют играть. Почему это душилово и полное говнище? Вот. Я уже писал пост в своей группе, а также в сообществе YouTube, по поводу того, что, прочитав правила данного ивента, ну, мне стало смешно. Это просто, ну, забавно. Я сразу, после того, как прочитал эти правила, понял то, что игроки будут бомбить. Я понял то, что ценник на танк за имбу, за чифтейна вырасти сразу же в несколько раз, да, то есть, ну, возможно, не в несколько, но в полтора, там, в два раза так точно. Если раньше, там, за танк брали, там, я не знаю, там, по 8-10 тысяч рубасов, да, там, по 15, то сейчас будут брать, там, от 15, наверное, до, там, 30 косарей, потому что, ну, сложность просто нереальная. То есть, она не в алгебраической прогрессии, да, лучше увеличиваясь, а, там, в геометрической. Новый ивент на глобальной карте подвергся изменениям. В Wargaming поменяли правила, и зачем они поменяли правила? Очевидно, задача перед отделом, который занимается глобальной картой, стояла такова. Нужно привлечь как можно больше количества игроков в игру. Надо их заинтересовать, при этом, надо не поломать рандом, да, то есть, количеством конкретно танков, и нужно вымыть как можно больше, там, серебра, бонов с игроков. Они пошерстили уся там в голове, и подумали, что, если раньше выдавалось 25 тысяч танков, да, вот топ 25 тысяч игроков, которые играли на ивенте за глобальную карту, могли получить за сущие копейки танк за ГК. Это как бы много, и если мы раздадим 25 тысяч чифтейнов за просто так, это будет как бы слишком большая халява. Поэтому в ВГ решили, что мы не будем раздавать вот этого чифтейна, Т95, ФВ-4201, просто так, мы сделаем получше. Мы уменьшим количество наградных машин за личное место на Аллее Славы, и увеличим количество машин на аукционе. Если раньше там вроде, я не помню точно, особо не важно. Короче, если раньше там было 1025 танков за личное место в Аллее Славы, то и 5000 на аукционе, то сейчас 21000 на аукционе, и 10000 за личное место на Аллее Славы. Сказать, что это жопа, это ничего не сказать. То есть работяга, который копил эти боны за стального охотника, за линию фронта, за ранговые бои, и у него накопилось 50, 60, 70 тысяч, он был уверен, что он заберет танк какого-нибудь чифа за глобальную карту, там, ну ладно, не чифа, но какой-то танк за глобальную карту, то сейчас вводом чифтейна и увеличением количества конкуренции за этого чифтейна, ты сейчас вообще не уверен, что ты заберешь за 50 тысяч бон этот танк. Я думаю, минимальная ставка на чифа, на конкретном аукционе, будет от 70 до 100 тысяч бон, это просто космические колоссальные цифры, учитывая то, что за боны люди покупали, будут буквально в рангах, да, там, КПЗшку, концепта, всякие разные стили, плюс танки за боны, премиумные покупают и так далее, то есть этот анонс, он прям как гром среди ясного неба, и даже учитывая то, что ты накопил много бон, не факт, что ты заберешь заветный танк. 10 тысяч наградных машин за личное место на Аллее Славы. Что это значит? Это значит то, что даже если ты суперскилованный игрок, будь то не Рью, не Дин, там, Страйк, Станлок и так далее, не факт, что ты заберешь этот танк на халяву, если у тебя его нет. У меня есть все танки, но я прекрасно понимаю, что я мог бы быть в числе тех игроков, у которого не было бы танков, и мне пришлось бы потратить огромное количество времени для того, чтобы получить этот танк. Но о времени мы поговорим чуть попозже. Короче, ВГ поменяли правила для того, чтобы заскамить игроков, как мамонтов. Все очень просто. Интерес глобальной карте будет аномальный, даже если вы не будете играть, или кто-то другой, будете делать забастовку, варгеймингу пофиг. Онлайн все равно будет лютый. Количество игроков, которые будут играть в ТТВ на глобальной карте, аномальное. Чифтака не раздавали последние два года, вроде бы. Или полтора, точно не помню. Короче, очень долго. И не раздавали этого Чифтейна на глобальной карте, ажиотаж будет просто нереальный. Количество бон вымытых из игроков будет просто аномальное, просто космическое. Поэтому думайте своей головой, думайте своей головой, надо ли вам это. И будет еще последний сезон ранговых боев, в котором многие хотели сделать скидку, взять скидку и получить какой-нибудь КПЗ 50Т или концепта, но не факт, что у кого-то вообще это получится, потому что сейчас многие будут ставить ставку на Чифтака. У варгейминга была цель привлечь игроков, они это сделали. У варгейминга была цель вымыть как можно больше бонов, они это сделали. Но это еще не все. Почему всем будет плохо играть данный вент на глобальной карте? У многих возникают в голове теории о том, что этот ивент сделали для скиловиков, этот ивент будет хорошо играть только тем, кто умеет играть, а всем остальным будет плохо. Если вы так считаете, вы не умеете играть, можете вообще лучше ничего не писать, чтобы просто не позориться. Потому что для того, чтобы понять, что будет всем плохо, и мне, и другим скиловикам, и топовым кланам, нужно просто буквально взять калькулятор и мочь в математику. Потому что здесь написаны правила начисления личных очков славы. И это самое, что смешное. Но ладно, давайте мы об этом поговорим чуточку позже. Кстати, вот, допуск на аукцион техники. Это, кстати, тоже очень интересно. Если раньше нужно было сыграть пять боев для того, чтобы попасть в аукцион, иметь возможность вообще побороться за танк, да, на глобальной карте, то теперь вам нужно будет в мастерской нужно будет собрать специальный допуск из деталек. И тогда вы сможете как раз-таки принять участие на данном аукционе. Этот допуск, я так понимаю, будет состоять из двух деталей ходовой, деталей двигателя, деталей инструментов и метисов. Вот. Сколько чего потребуется для этого всего, опять же, пока непонятно, но вот здесь, короче говоря, показано, как что делается. Вот, типа, допуск ты собираешь, и тогда ты можешь принять участие в аукционе. Для того, чтобы собрать этот допуск, нужно нормально тоже так поиграть. Явно не пять боев. Ну, боев так тридцать, да, там, или пятьдесят. Точно не знаю, сколько надо будет поиграть, но много. В любом случае. И тогда вы можете войти в зону претендентов. Главная проблема, почему всем будет плохо, базируется в переработанной системе начисления личных очков славы. Объясню. Если раньше, будучи скиловиком в топовом клане, ты мог за счет бустов, которых больше не существует, личных очков славы, которые давали тебе множитель на получение личных очков славы, если ты побеждаешь в боях, забираешь провинции, а также бустишь себе эти личные очки славы, зарабатывать как можно больше очков, выбиваться в топы и за буквально пять дней, может даже три дня, получить достаточное количество личных очков славы в топовом клане и за счет своего уровня игры для того, чтобы получить танк, теперь этого недостаточно. Бустов не существует, множителей не существует. Разница между получением очков при победе и поражении минимальна. За победу ты получаешь десять, за поражение ты получаешь семь. То есть, вы понимаете, десять очков за победу и семь за поражение. Вопрос, зачем нужно побеждать, если ты можешь просто брать быстро сливаться? Да, есть такое правило, которое нужно соблюдать, типа уничтожать пять танков в команде противника и только тогда ты получаешь эти очки. Если ты не уничтожаешь, то тогда очки ты не получаешь. Это сделано, я предполагаю, для того, чтобы не было вот этих турбо-сливов и просто наката глупых очков за поражение. Возможно, это сделано так, но все равно, это не балансовая система, это ГОВНИЩЕ! Отстой полнейший, потому что за победу получать десять, за поражение семь вопрос, а зачем побеждать? Если ты десять раз победишь, ты наберешь сто очков. Если ты десять раз поиграешь, ты наберешь семьдесят очков. Разница между чуваком, который десять раз выиграет и чуваком, который пятьдесят раз выиграет, будет составлять пятнадцать очков. 15 очков, Карл, даже если ты проведешь там 100 боев на глобальной карте, да, вот ты проведешь, я не знаю, там 100 боев на глобальной карте и заработаешь 10 очков, при винрейте 100%, а чувак, который сыграет 100 боев на глобальной карте с винрейтом 50%, ваша разница будет 1000, отнимаем 850 очков, который будет, 150 очков, 150 очков, это сущие копейки, то есть здесь будет решать непосредственно гринд, элитный фронт, что это такое? Ты идешь на самую жирную провинцию, которая дает самое большое количество очков для твоего клана, и с которой ты сам собираешь большое количество очков, личных очков славы, потому что забираешь провинцию, бои с владельцем, плюс там морозится техника, короче, ты по идее за элитный фронт должен собирать огромнейшее количество очков, Разница между получением очков, личных очков славы на базовом фронте и на элитном фронте составляет вот сколько, то есть если ты побеждаешь на базовом фронте, ты получаешь 10 очков за победу, плюс за бой с владельцем ты получаешь 14 очков, по итогу ты получаешь 24 очка за победу, ну и имеешь возможность дальше проходить по боям, Если ты побеждаешь на элитном фронте, ты получаешь 38 очков. Твоя разница будет в 14 очков. То есть сыграть 10 боев на базовом фронте и слить их, убивая по 5 танков, будет для тебя намного выгоднее, чем сыграть 10 боев на элитном фронте и победить. Потому что здесь у тебя техника морозится, это делать намного сложнее, тебе нужны постоянные игроки, которые будут с техникой, которые смогут играть или даже на продвинутом, где разница в очках вообще 7 единиц, чем на базовом, где ты будешь просто бегать и кланы, которые не умеют играть, убивать просто как на конницы проноситься. Короче, итог будет такой. Для того, чтобы мне, даже как игроку, которому умеют играть, или вам, как игрокам, которые не умеют играть, или тоже умеют играть, нужно будет потратить миллионы, сотни тысяч часов для того, чтобы получить танк за ГК. То есть, неважно, скилованный ты чувак, или не скилованный ты чувак, абсолютно неважно, надо будет много играть. Сидеть, играть, потеть, играть, играть, сливать, играть, сливать, играть. Сливать что? Боны, серебро, боны, серебро, боны, серебро. Множество Две недели Все находятся, скажем так, в равных условиях Поэтому не думайте то, что скиловикам будет просто А плохим игрокам будет непросто Всем будет говно Wargaming обосрались второй раз за текущий год уже С черным аукционом, с аукционом и с глобальной картой Это смешно Далее здесь переработки, общие правила В каком формате будет проходить Танки за глобальную карту, которую можно будет собрать Револьвер Т26, Т5, Т15 Кстати, не знаю, многие говорят, что револьвер плохой Я наоборот считаю нормальный танк Вот, что еще можно сказать 3D стиль будет на М60 Всякие разные там элементы Нашивки награды Чифтак, конечно же Награды за личные очки славы Подведем краткие итоги из всего вышесказанного Пылающие попки танкистов на форумах и комментах Очевидно, по понятным причинам, горят Правила на ивенте за глобальную карту Невероятно смешны Урезанное количество наград Искусственно созданный ажиотаж Из-за того, что добавлен чифтейн От которого будет течь Каждая девочка и мальчик Ценник за имбу Вырастет в несколько раз Из-за того, что увеличилась Сложность получения танка Из-за того, что даже скиллованным Игрокам нужно будет и топовым ротом Очень-очень много играть для того, чтобы зарабатывать очки Игра превратилась в world of grind То есть тебе нужно постоянно гриндить, гриндить, гриндить эти очки Количеством, а не качеством Ценник на этого чифтейна Увеличится Потому что количество игроков Игроков, которые и рот смогут забустить Других игроков, которые вступят в клан Но об этом мы сейчас поговорим тоже Оно, естественно, уменьшится То есть, если раньше какая-нибудь топовая рота Могла себе за ивент взять там 30-40 помидорчиков, как они называют То есть это игроков, которые будут с ними катать И за счет этой роты Будет, соответственно, побеждать Даже не очень хороший игрок И получать себе танк Соответственно, количество этих игроков Оно уменьшится внутри этой роты Вот, и на роту теперь будет не по 30-40 человек А по 14 Соответственно, из-за усложнения Увеличится ценник на танк Но, как я уже сказал, об этом я сейчас расскажу Как получить этого чифтака дополнительный Работяги, которые копили боны всю свою жизнь По три года, да, в попытках получить танк Будут сидеть и очковать из-за конкуренции Потому что кто-то сидит с таким же количеством бон Или больше И тоже сидит и очкует И будет ставить бон намного больше Для того, чтобы забрать этого чифтейна По аукциону Количество чифтаков, которое будет в рандоме Очевидно, но не такое большое Для того, чтобы сломать баланс То есть 30 тысяч чифтейнов Которые будут играть чисто в рандоме Допустим, это будет какой-нибудь Не знаю, Вася Подпивкович Это будет не так много Потому что количество аукционной техники вырастет То есть скиловиков на чифтейнах, которых появится Их там будет тысяч десять Может быть даже меньше Тысяч пять Учитывая то, что в забущенных будет тысяч пять То есть 150 кланов условно получит А количество аукционной техники будет много Но в рандоме это не сильно повлияет Ну, не сильно повлияет В принципе Хотя, честно Я был бы, ребята, рад Если бы у меня забрали чифтейна Чифтейна забрали бы абсолютно у всех игроков в этой игре И этого танка не существовало бы Потому что это просто конченая аномальная имба Вообще, по поводу баланса техники за глобальную карту Это просто смешно То есть есть откровенная имбища Которая рвет абсолютно всех Есть, очевидно, танк, который нужен абсолютно всем Для того, чтобы играть на ГК Объект 907 И все остальное Оно плюс-минус нормальное Но не пользуется такой популярностью Ну, а есть откровенное говнище Вот, но это тоже забавно По поводу того Какие награды получают топовые игроки За свои достижения Это, конечно, другой уровень А, да, кстати, по поводу достижений Как вы могли заметить Учитывая то Каким образом у нас теперь строится Ивент на глобальной карте Награда за достижения игрока Очевидно, она как бы улетучивается Да, то есть Если ты даже скиллованный игрок Не факт, что ты получишь эту награду Потому что Есть разные другие Топовые роты Топовые кланы Которые За счет Того, что берут к себе Игроков Которые не умеют играть И бустят им эти танки Искусственно Очевидно, даже топовый игрок Может не получить танк Потому что Другие Скажем так Задроты Ему этот танк Теперь переходим Непосредственно к тому Как получить Чифтейл Способов на самом деле Несколько Начну я, пожалуй С самого Скажем так Сложного Да Но Если ты скиллованный игрок Очевидно Это попасть в топ 10 тысяч Игроков За личное место На аллее славы Что для тебя Будет Конечно же Сложно Но Возможно Если ты попадешь В топовый клан Как понять Клан топовый Ну Во-первых Нужно смотреть На его Л Личные рейтинги Да На глобальной карте И во-вторых Интересоваться Какие же игроки Там будут играть И какие же Полевые командиры Но Очевидно Даже Несмотря на это Тебе нужно Потратить Будет невероятно Большое количество Человека часов Для того Чтобы получить Этот танк Я Для чего играю На глобальной карте Играю я на ГК Для того Чтобы Просто Играть с топовыми Если раньше У меня были Другие причины Это получить Танк После этого У меня была Причина Это для того Чтобы клан Ввести В топ-1 В топ-5 В топ-6 Да На глобальной карте Для того Чтобы На клановую Потасовку Слот получить То теперь Мне просто На ГК Интересно Играть Поэтому Меня сейчас Не особо Сильно Волнует Место Которое Займет Мой Клан Да Меня сейчас Не особо Сильно Волнует Получение Танка Я просто Хочу Играть Офтоп Дальше Второй способ Получить танк За глобальную карту Это естественно На аукционе Поставить Огромное количество Бон Способ Максимально Скажем так Труднозатратный Даже не так Не труднозатратный Тут труда Никакого нету Тут скорее Способ Знаете Такой Он материально Затратный Потому что Вы будете Сливать огромное Количество Бон Вы просто Вступаете В какой-нибудь Клан Делаете этот допуск Наигрываете Опять же Большое количество Боев Делаете этот допуск И соответственно За счет этого допуска Заваливаетесь На аукцион И Будь что будет Поставите 100 тысяч Бон Скорее всего Заберете Там 50 тысяч Поставите Возможно Не заберете Это Как говорится На свой страх И риск Дальше Есть еще Несколько Способов Как получить Чифтака На глобальной Карте Есть способ Максимально Ненадежный Я Настоятельно Не рекомендую Никому Так делать Потому что Это во-первых Против правил игры Я максимально Осуждаю Это Но это Скажем так Некоторые Передают свои аккаунты Другим После чего Им Бустят эти танки Вот В топовых кланах То есть Какой-то Скиллованный Вася Например 65% Садится на твой аккаунт И играет Но Исходя из Того Что это Запрещено Игрой Вот И вас Могут забанить После этого Ивента На глобальной Карте И вы можете Оказаться с голой Жопой Вылететь Просрать деньги Которые вы заплатили И соответственно Не получить танк Еще аккаунт потерять Поэтому я не рекомендую Пользоваться таким способом Это на свой страх и риск Четвертый Супер популярный способ Который появился Относительно Наверное Ну недавно Наверное Года два Может быть еще раньше Ну по крайней мере Я о нем узнал Год Или полтора назад Это Стать спонсором В каком-нибудь Топовом клане Что означает Стать спонсором В каком-нибудь Топовом клане То есть ты Просто Условно Заносишь бабло Это легально Кстати говоря Вот Заносишь бабло Какому-нибудь там Роте Или топовому клану И соответственно Они Берут тебя С собой в бои Ты сам играешь Сам тратишь время Но При этом Они за счет Там побед За счет Наигрывания Там Каких-то хитростей Координации На глобальной карте С другими там Кланами Расставление Боев И так далее Ну Экономит тебе Во-первых Время Во-вторых Победы Бустят За счет Того Что они Хорошо Играют Ну и Соответственно Ты получаешь Учитывая То Что сейчас Абсолютно Непрогнозируемое Количество Очков Нужно Получить Для того Чтобы Забрать Гарантированно Танк И попасть В топ 10 тысяч А количество Мест Очевидно Уменьшилось То есть Если раньше 25 было Тысяч Мест И попасть Было Не так-то Сложно Да В топовые Места На аллее славы То сейчас 10 тысяч Мест И Учитывая То что Правила Изменились Количество Очков Изменилось Бусты Отсутствуют Очень Тяжело Будет Сказать Я бы даже Сказал Невозможно Сколько Потребуется Очков Для того Чтобы Зайти В эти Топ 10 тысяч Потому что Будут Топ 50 Кладов Которые Очевидно Займут 5 тысяч Мест Там Танки Будут Возможно Кто-то Не заберет Танк Возможно Может кто-то Заберет Танк Но это Не особо Важно И еще Будет Условно 5 тысяч Мест Которых Можно Будет Забустить Топ Для того Чтобы Воспользоваться Этим Способом Вы должны Быть На 100% Уверены Что вас Не кинут На бабки Таких Прецедентов Очень Много Было И Скам Мамонтов Будет Лютейший То есть Вас Будут Сдирать Шкуру Брать Как можно Больше Денег А потом Кидать Поэтому Надо Пользоваться Услугами Только Скажем так Проверенных Игроков Проверенных Кланов То есть Это все Только На ваш Страх И риск Вынесет За это Ответственность Если вас Разведут На бабло Это только Вы лох Что я Естественно Делать Не рекомендую Рекомендую Просто Находить Себе Какие-то Возможности Попасть В топовые Кланы И так Далее Ну а Если вы Хотите Воспользоваться Каким-то Из предложенных Четырех Вариантов То Опять же Как я уже Сказал Это на ваш Страх И риск Так Будет Получить Нереально Тяжело Бабло Будут Сдирать С игроков Кидать На бабки Будут Нереально Огромное Количество Раз И Очень Много Будет Нытья По этому Поводу От игроков Поэтому Ребят Думайте Своей головой Ивент Будет Очень тяжелый Для всех Wargaming Дикую Конечно Подлянку Сделали всем игрокам За что я Конечно же Могу их смело Хейтить И буду хейтить Вот Потому что Ну Это плохо Вот Вообще Я против Чифтейна Как такового На глобальной карте Я вообще За нерв его За нерв Вот этого танка ЗГК Таким образом Акцентировать на него Внимание Wargaming И Таким образом Скамить игроков На боны На Подталкивать их На какие-то Нерациональные движения Это конечно же Нелогично Вот Ролик вышел Спонтанный Но я здесь Высказал свое мнение Вот Которым хотел с вами Поделиться Для того чтобы Мой ответ был Более логичный И разумный Вот Выглядит это все Максимально смешно То есть я просто Угораю с этого Мне смешно Просто смотреть Насколько Жадная компания Стала Смешно И плакать хочется Что я вам Порекомендую делать Своим зрителям Честно Я не знаю Я не знаю Как я уже сказал Все на ваш страх И риск Потому что Разводить на бабки Пытаться К вам С языком В жопу залезть Будет Пытаться Каждый Каждый будет Предлагать свои услуги Каждый Вот Кто умеет Хоть нормально Хоть как-то играть Будут На лехах Фармить бабло Кому довериться Это уже Вам Самим Нужно Искать И Быть На 100% Уверен В этом человеке Потому что Никто Никакие контракты Не будет подписывать Топовые кланы Вас могут Кикнуть Прям во время Ивента Много Всякой ерунды Происходит на глобальной Карте Будет очень много Банов Я не знаю Где я еще буду играть Может быть В мерках буду играть Может быть Пойду в другой Какой-нибудь Клан играть Потому что Я просто хочу Играть регулярно А у нас Очень много Было Не до наборов Очень много Было Техничек Очень много Проигрывали Тоже До того момента Пока наши ребята Из монитора Пришли Буду тоже думать Как Со всем этим Поступать Но Однозначно За всем этим Будет следить Очень интересно И пуканов Взорванных Будет очень много Если будет еще Какая-нибудь информация Буду вам Ее Пытаться доносить В таких разговорных Видосах Если они вам нравятся Лайкос Прожимайте И пожалуйста Пишите комментарии Что вы думаете По поводу данной Всей движухи Как вам вообще Данное мероприятие С лопаты От ВГ Все Всем пока До демч